Фиксики Фиксики Большой-большой секрет Сифон Эй, Новик, помоги вентилятор в компьютере с мамой Не могу Мы с Димычем поздравления рисуем для его родителей Вижу, вижу Ты еще не устал? А, Синка, хорошо, что ты пришла Скажи, как правильно Десятилетие свадьбы Или Десятилетие А, знаешь что? Ты напиши десять цифрами Потом черточку и летие О, точно Только сначала воду сменю Я сейчас О, мама свое кольцо забрала Ой Ай, ай Что я наделал? А, я испортил папу с мамой Весь праздник Где? В ванной? Там лежало мамино кольцо И я уронил его в раковину Теперь она уплыла Ой, все пропало Никуда оно не уплыло Ты разве не знаешь, как устроен сифон? Какой сифон? Это такая изогнутая труба под раковиной Вода из раковины Попадает вначале в сифон А уже потом сливается в канализацию Если кран закрыть Вода не уйдет вся Часть ее останется в сифоне Так сделано для того Чтобы запах из канализации Не попадал в квартиру Кольцо намного тяжелее воды И если уронить его в слив Оно никуда не уплывет А останется на дне сифона Хм, ну тогда еще не все пропало Да, но как же мы его оттуда достанем? Я плавать не умею Спокойно сейчас все устроим Дим Димыч, нитки есть? Конечно Тащим, а я сейчас вернусь Да, так не починить Нужна сварка Папус, мне нужен ненадолго твой помогатор Надо же, какое совпадение Мне он тоже нужен Матя, тогда я возьму твой помогатор Что? Я быстренько Эй, куда? Ты там поосторожней Как известно, фиксики живут, чтобы помогать машинам и приборам Но приборы большие, а фиксики маленькие Без инструментов им не обойтись Раньше фиксики использовали в работе, что попало Перышки, ниточки, булавки Теперь у них есть ранцы-помогаторы В помогаторе хранятся самые разные инструменты Достаточно нажать кнопку, помогатор провернется И из него выскочит крюк или магнит или даже парашют Помогаторы есть у всех взрослых фиксиков А ребенок сначала должен подрасти И сдать экзамен на право работать фиксиком Только после этого он получает собственный ранец-помогатор Ты что, прямо так полезешь в сифон? Не прямо так А вот так Когда я дерну за нитку, поднимай Что? Она говорит, когда я дерну за нитку, поднимай Ясно Он говорит, ясно Она говорит, что я без меня Я поняла Синка, Нолик, спасибо Вы меня так выручили На том и фиксики Я говорю, на том и фиксики Дим Димыч, ты с кем там разговариваешь? Ой, твою маму вернулась Ни с кем Эй, превращайтесь обратно Мне нужна помощь Я забыл, как правильно Десятилетие свадьбы Или десятилетия Цифры не пиши Точно Пульт Смотри, Синка На пульте кнопка залипла Как бы нам ее выковырить? Учись, Нолик Помогай Давай, давай, давай Вот так Отпускать Молик, прячься Молик Она утащила пульт Молик Ты где? Молик Фиксика, привет Эй, вы где? Привет, Дим Димыч Ты вовремя Кусачка утащила пульт от телевизора Ну и что? Его же и так можно включить Там сейчас как раз мультики начинаются Какие мультики? Нолика нигде нет Я боюсь, что он спрятался в пульте А кусачка значит Ох, ну тогда ему не сдобровать Дим Димыч Сделай что-нибудь Кусачка Кусачка Ко мне Куда же она спряталась? Пойду поищу в других комнатах Силка, где ты? Я здесь Здесь Лучше посижу Кусачки нигде нет Ой, Силка, а ты где? Я бегала за помогатором Зачем он тебе? Чтобы найти порт по инфракрасному лучу Здорово! А что это такое? Сейчас объясню В каждом пульте дистанционного управления Есть специальная лампочка Которая называется светодиод Когда мы нажимаем на кнопку Светодиод посылает невидимый инфракрасный луч А в телевизоре есть приемник этих невидимых лучей Телевизор понимает, какая команда пришла к нему от пульта И выполняет ее Например, меняет канал или громкость Но если этот луч невидимый, как же мы его увидим? Для этого в помогаторе есть специальные очки И что теперь? Покричи Нолику, пусть он замкнет контакты под любой кнопкой Нолик, ты можешь как-нибудь нажать кнопку? Кнопку? Как же ее нажать? А, сейчас! Кусачка, разгорячка! Кусачка, разгорячка! Ой, мастерка! На меня сейчас снег претиспойду Ничего не видать А мне видать Кусачка, иди ко мне Колбас, ты хочешь? По-хорошему ты не хочешь Ладно Ура! Ты цел! А как вы меня нашли? По инфракрасному лучу Жаль, только я не могу его увидеть Почему не можешь? Можешь! Инфракрасный луч можно увидеть через цифровой фотоаппарат Попробуй сам! Включи фотокамеру на мобильном телефоне Теперь нажми на пульте любую кнопку И направь на него фотокамеру На экране ты увидишь яркую точку Это как раз и есть светодиод Который излучает свет Невидимый простому глазу А еще Можно направить пульт на зеркало И через фотокамеру Увидеть в зеркале Как зажигается светодиод Это означает Что невидимый луч Отражается от зеркала Так же, как и обычный свет Значит и телевизором Можно управлять Если направить на него пульт Через зеркало Не веришь? Ага, проверь сам Между прочим Если бы под кроватью не валялись какие-то игрушки Мы бы пульт и так нашли Так беру я их Только сначала мультики посмотрим Все, посмотрел Иди убирай Шариковая ручка И здесь нет Дим Димыч Ты не меня ищешь? Ой Не, красную ручку Зачем она тебе? Да вот Учительница в дневнике Замечание написала Плохо вел себя на уроке Вертелся И разговаривал Ну так все уже написано Зачем еще ручка? Хочу эту запись Немножко, ну, подправить Только бы ручку найти А, вот она Ого Вовка И что ты хочешь подправить? Я везде привешу не И получится Неплохо вел себя на уроке Не вертелся И не разговаривал Класс А в конце допиши И вообще он молодец Нет Так могут догадаться Засохло, что ли? Надо расписать Это не ручка А ручка какая-то Ой А у нее шарика нет А что? Должен быть? Конечно Она же шариковая Ты думаешь Ручка чем пишет? Пастой Ну Такими густыми чернилами Правильно А паста хранится в стержне А на стержне есть наконечник С маленьким стальным шариком Ну Конечно Это для людей шарик маленький А для фиксиков Он довольно большой Когда ты проводишь Ручкой по бумаге Шарик вращается Наматывает на себя пасту И переносит ее на бумагу Без шарика Ручкой писать не будет А другой красной ручки У меня нет Всем привет Чего грустим? Шарик от красной ручки потеряли Где? Где-то здесь Тогда вам повезло В помогаторе Есть металлоискатель Прибор, который умеет Искать всякие железки И это не шарик Сама вижу Похоже, на столе его нет Еще сто лет назад Люди писали перьевыми ручками Которые приходилось постоянно макать в чернилицу Некоторым, особенно ленивым людям, это надоело И они собрели авторучку В авторучку можно было набрать чернила И писать, пока они не закончатся Но авторучки Но авторучки иногда протекали И ставили на бумаги кляксы С этими проблемами удалось покончить Когда появились шариковые ручки Они простые, удобные, надежные Разве что на стене или вверх ногами Долго писать не способны Это потому, что паста на шарике заканчивается А новые стержни к нему не стекают Правда, говорят, и эту проблему уже решили Есть такие ручки, которыми могут писать даже космонавты в невесомости Ой! А это не он? Точно! Шарик! Вот какая полезная штука! Металлоискатель! Это ты меня так называешь? Иия И-я-я! Кстати, а зачем вам красная ручка? Нам с Дим Димычем надо кое-что в дневнике подправить Что? Знала бы, не стала бы помогать Не вертелся и не разговаривал Вам что, делают записи в дневник, когда вы хорошо себя ведете? Ага, как только хорошо себя повел, сразу в дневник пишут Виталусимка, как Дим Димыч классно всех перегитрил Значит, раз это единственная запись, в остальные дни ты вел себя плохо Ага, то есть... Ой Витал, Нолик, как Дим Димыч классно сам себя перехитрил Клавиатура Раз, два, три, четыре, пять, мы идем искать И куда же он теперь спрятался? Дим Димыч! Ау! Дим Димыч! Ты не забыл про бабушкин день рождения? Нет! Ой, забыли Мы тебя нашли? Так нечестно! Это моя мама меня вам нашла Тогда перепрятывайся! Потом! Надо срочно бабушке открытку Нарисовать! Так, нужен чистый листок А когда у бабушки день рождения? Завтра Так открытка не успеет дойти Ой, а что же делать? Ты прям как маленький! Возьми да позвони! Бабушке будет приятно услышать свой голос Нет, у нас не традиция Посылать друг другу открытки На интернет для чего? Пошли бабушке электронную открытку Симка! Ты гений! О! Вот это классно! Теперь пиши поздравления Д не печатается Как же я напишу Дорогая бабушка? А пусть будет обычная бабушка А не дорогая И Б тоже не работает Похоже, нам нужен помогатор Помогатор? Зачем? Затем, что у клавиатуры Контакты засорились Какие контакты? Клавиша компьютерной клавиатуры Работает так же, как кнопка дверного звонка Когда мы нажимаем у двери кнопку Контакты замыкаются Электрический сигнал бежит по проводам И звонок звенит А когда мы нажимаем клавишу с какой-нибудь буквой Электрический сигнал бежит из клавиатуры в компьютер И он показывает эту букву на экране Вот только если грязь мешает замкнуть контакты Сигнал не побежит Дим Димыч, а что это здесь такое липкое? Наверное, это я газировку пил Заодно и клавиатуру угостил Вот почему она не работает А крошки откуда? Ээээ, от бутеврода отвали А это что за красная куча? Наверное, кетчуп А пицца с грибами? Ох, Нолик Видно, придется нам еще и грибы собирать Фиксики всегда готовы помогать людям Но некоторым людям помогать не хочется Помню, работал я фиксиком в одном доме Это был кошмар К примеру, прольет хозяин чай на пульт от телевизора Я бегу чистить пульт А он начинает лупить телевизор кулаком Потому что программы не переключаются Телевизор тоже ломается Тогда он решает послушать музыку Случайно роняет на пол музыкальный центр Пытается сам его чинить Доламывает окончательно И тут же садится в кресло Прямо на телефонный аппарат А я в это время все еще оттираю пульт от чая В общем, не знал я с ним ни сна, ни отдыха В конце концов, не выдержал Ушел от него Теперь вот, учу детей Дим Димыч, ты почему за компьютером ешь? Да, тебя что, на кухню не кормят? Да я уже понял, что нельзя Молодец! Пиши поздравление И адрес не забудь Ага Мам, какой у бабушки адрес электронной почты? У нее нет электронной почты Ну вот Мы что, зря клавиатуру чинили? Конечно, не зря А бабушке я Я по телефону позвоню Ну, у вас же традиция Открытки писать Ну и что? Бабушке будет приятно Услышать мой голос Какая оригинальная мысль Застежка-молния Ой, Молик, смотри Что это, Дим Димыч, в куртке спит? Может, это у него такое-то важное задание? Ага По физкультуре Доброе утро Доброе Привет! А это что? Это мне вчера купили Правда классная куртка И ты что, всю ночь в ней спал? Ага Вчера померил Даже снимать не захотелось Так, уст Да С тобой мне соскучишься Ой Кажется, молнию заело Ну и что? Можно шкурку не снимать Теперь все равно в школу идти А в школе что, прямо так сидеть? Как же я молнию испортил? Спокойно Пока еще не испортил Застежка-молния Это два ряда мелких крючков Которые кратят их замочек бегунок С бегунки с одной стороны два входа А с другой один Ряду Когда мы тянем бегунок вдоль молнии Крючочки прочно нацепляются друг за друга И из двух рядов получается один Ра-ра и молния застегнута А чтобы ее расстегнуть Бегунок тянут в другую сторону Тогда крючки просто разъединяются А у меня вот не разъединяются И что делать? А что по утрам делают? Зарядку! Ты делай, а я пока подумаю! А мне что делать? И ты делай зарядку! Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, три, четыре, раз! Зимка, ты скоро придумаешь? Я уже спотел! Скоро, скоро! Пойди пока умойся! А можно и мне подумать! А долгу! Иди лучше тоже умойся! Ты как-то, Димыч? Она угору удовала! Что? Она угору удовала! Ааа, понял! Нет, она еще не придумала! Жарко! А ты представь, что ты полярник! Они все делают в куртках! А я буду пингвинчиком! Ты куда? Все! Больше не могу! Ладно, сиди смирно! А я посмотрю, что там сломалось! Я знала, что полярники смешная и как! Да нет, это симка! Ой, животное! Не дергайся! Откнинись и катись! Ага! Вот почему бегунок не проходит! Тут нитка в молнии застряла! Да! Сиди бегунок вверх! Типич! Можешь расстегивать! Ох! Спасибо! Вот она, нитка! В ней вся проблема и была! Надо же! Из-за такой мелочи я весь упарился! Техники мелочей не бывает! Помню, лет 60 назад собрали ученые один из первых компьютеров! Большой-пребольшой! Он занимал несколько комнат и состоял из миллиона читателей! Прямо чудо техники! И вдруг это чудо техники бах и ломается! И никто не может понять, почему! Не работает компьютер! Все! Ученые прямо с ног сбились! Оказалось, что виновата маленькая бабочка! Она влетела внутрь компьютера и застряла между контактами! Из-за этого пустяка электроника вышла из строя! И вся кроматная машина сошла с зубами! Ох, как бывает! А вы говорите мелочи! Дим Димыч! Завтрак готов! А ты почему в куртке? Это я в полярников играл! Хм! Тимка! А чего ты так долго думала? Да так! Хотела посмотреть, как Дим Димыч будет в куртке зарядку делать и зубы чистить! Так ты специально? Ну да! А что, уже пошутить нельзя? Ха-ха-ха! Я не Дим Димыч! Что? Я его брат! Во, загнул! У Дим Димыча нет братьев! А я двоюродный! А почему тогда вы так похожи? А у нас мамы-близнецы! И как тебя зовут? Меня? Э-э-э, Сан Саныч! А вы вообще кто такие? Как это кто такие? А хорошая комнатка у Дим Димыча! Не верю! Врешь ты все! А может не вру? А может не врет! А мы проверим! Как? Как? На детекторе лжи! Детектор лжи Это такой прибор, который помогает определить, правду говорит человек или нет. Потому что, когда человек лжет, он хоть немного, но волнуется. Даже если это и не видно, все равно, у вруна чаще стучит сердце, он нервно дышит, потеет и так далее. Вот такие мелочи и замечает чувствительный прибор. Детектор лжи разоблачает обманщиков. Такого же нет, детектор. Зато мы знаем, как он работает. Или боишься, Дим Димыч? Ты что делаешь? Слушаю пульс. Зачем? Чтобы узнать, как часто бьется у тебя сердце. А он? Он следит, как часто ты будешь моргать. А яйцо зачем? А это африканский метод. Когда человек врет, у него рука сама собой сжимается и яйцо лопается. У меня не лопнет. Посмотрим. Чего только не придумывали люди, чтобы узнать правду. Например, в древнем Китае человеку давали подержать во рту сухой рис и при этом сообщали, в каком преступлении его обвиняют. Потом проверяли рис. Если рис оставался сухим, человек признавался виновным. В Древней Индии, отвечая на вопросы судьи, человек должен был стучать в гонг. Если он начинал стучать громче, то считалось, что он хочет скрыть правду. А в Европе, если один рыцарь обвинял другого во лжи, они просто дрались на поединке. И кто побеждал, того и правда. Да, скрыть правду нелегко, а узнать ее еще труднее. Отвечает кратко, да или нет. У тебя две руки. Они видно. Да или нет. Да. Ты, девочка? Чего? Да или нет. Нет. Что за дурацкие вопросы? Это мы проверяли, что будет, если ты будешь честно отвечать. А теперь скажи, кто такие фиксики? Знаешь? Нет. Ой, то есть да. Пульс очищается. Ты Дим Димыч? Нет. О, как пульс застучал. И глаза заморзали. А про фиксиков от кого узнал? От Дим Димыча. Не мог он про нас рассказать. Это секрет. Мог. Врешь. Не вру. Врешь. Врешь. Ага, лопнул лицо. Сдавайся, Сан Саныч. Ладно, Дим Димыч я. Это ищ. Неужели по пульсу можно узнать, что человек говорит неправду? По пульсу можно. А вот по езжу навряд ли. Так вы меня обманули? Не тебя, а Сан Саныча. Ну, узнаете. Вас надо самих, надо как-то лжи проверять. Ха, еще чего. Лучше готовься исполнять желание. Парито, ты проиграл. ПЧЕЛА Дим Димыч! Что? Ты почему варенье прямо из банки ешь? Потому что я его люблю. Ой, ПЧЕЛА! Кыш, кыш отсюда. Ты чего? Это обычная пчела. Меня уже один раз такая обычная. Укусила. Димыч, как на ней, ты вредная. Это мухи вредные, а пчелы полезные. Да какая от нее польза? Пчелы-работяги, они все время собирают цветочный нектар. Перелетая с цветка на цветок, пчелы переносят на своих брюшках пыльцу. Благодаря опылению на месте цветков завязываются плоды и семена. Так пчелы помогают растениям размножаться. Собранный нектар пчелы перерабатывают в мед, который так любят и дети, и взрослые. Пчелиный мед не только вкусный, но и полезный. Пчелы не кусаются, а жалят. Ну ты у меня получишь. Стой! Она сама тебя боится, тиран! Отпусти ее, тиран! Ну что вы обзываетесь? Пусть летит. Я ее не держу. Ей надо показать дорогу. А как? Пчелка! Кис-кис-кис! Лети сюда! Цып-цып-цып! Ты еще попробуй утя-утя! А как тогда? Кусачка, замри! Ужалит! Не ужалит! Просто пчела, как и ты, любит варенье! Ты кусачку к форточке поднеси! Ну, улетай! Нет, так не пойдет! Неси еще варенье! На, пчелка! Ням-ням! Ну, давай, лети! Да ей поесть! Не жадничай! Да мне не жалко! Она из твоего варенья мед сделает! В давние времена люди добывали мед, разоряя жилища диких пчелок. Потом кто-то додумался приручить этих насекомых. Пчелам стали оставлять часть меда, чтобы они могли дожить до следующего урожая. Дупло с пчелами люди берегли. А потом научились строить для пчел небольшие домики. Ули. Городок из таких домиков называется Пасека. Пчелы живут в улях и откладывают в них мед. А пасечник собирает этот мед и ухаживает за пчелами. Пчелы очень дружны. Они рассказывают друг другу, где самые лучшие цветы. И знаете как? Одна пчела танцует, а остальные узнают из ее танца, куда нужно лететь. Бедняжка! Загонял тебя Дим-Дим! Как жалко мы бояться! Смотри! Она хорошая! Да я и не боюсь! Она мне просто варенье есть мешала! Сейчас мы тебя выпустим! Ой-ой! Прыкается! А можно я? Нет, Малик! Ты еще мал, чтобы пчел украшать! Ну-ну-ну-ну! Отпой нам! Маленький берег! Ты куда? Порточка там! Тамарь! А-а-а-а! А-а-а! Как же тебя? Развернуто! А-а-а! Ура! Ха-ха! Слушается! И-и-и-и! А-а-а! А-а-а! Чернила! Близь! Слышь, Дим Димыч, у тебя еще варенье есть? Есть! А что? Тащи! Будем чем приманивать! Зачем? Как зачем? Я тоже хочу полетать! Невидимые чернила А-а-а! Дим Димычу! Это что, записка? А от кого? Не от кого! А-а-а! От девчонки, что ли? Так-так, и что она пишет? Не знаю! Так давай посмотрим! Не-е-е! Это секрет! Что, даже для друзей? Ага! Ну, мы же не простые друзья! А секретные! Никому не скажете? Ну, никому! Обещаем! Ты разворачивай уже! Ой, а тут пусто! Хм, ерунда какая-то! Может, она и не хотела тебе писать? Зачем тогда записка? Погоди! А что, если записка написана невидимыми чернилами? А такие бывают? Чтобы скрыть от посторонних секретное письмо, его пишут невидимыми чернилами! Их еще называют симпатическими! Для этого сок лимона, молоко или питьевую соду разводят водой! Обмасивают палочку или кисточку и пишут на простом листе бумаги! Вот так! Ничего не видно, правда? Чтобы невидимые чернила проявились, бумагу надо нагреть! Например, прогладить утюгом! Но это секрет! Может, Симка, ты и права? На утюг не трогать не разрешают! Твоя мама, кстати, сейчас белье гладит! Да? Это меняет дело! Стой! Если записка секретная, значит, ее никто не должен видеть! Даже мама! Что же делать? А, придумал! Мам! Погладь мне рубашку! Пожалуйста! А что с ней? У нее карман помялся! Некрасиво! А, ну давай сюда! С каких пор тебя это волнует, интересно! Держу! Спасибо! Получилось! Что? Что там? Ой! Дим Димыч, ты мне нравишься! Катя! Тебя Катя влюбилась! А тебе, Катя, нравится? Мне? Не знаю! Но она отличница! Нравится! Пилетель, 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 остался, женик и невеста! Ну и прекрати! А ты напишешь ответ? А надо? Конечно! А если кто-нибудь увидит? А ты его тоже невидимыми чернилами напиши! Лимон есть? Сейчас большая редкость отправлять письма по почте и вообще писать их от руки. Теперь все переписываются по интернету. Но и в такой переписке нельзя забывать простые правила вежливости. Например, нужно здороваться в начале письма, а в конце совсем не лишними будут добрые слова. К примеру, обнимаю, целую или будь здоров. Или до скорой встречи. Перед тем, как отправить письмо, перечитай его. Убедись, что не ноляпал ошибок. И еще, если ты получил какое-то послание, не тянись ответом. А то человек может подумать, что про него забыли и обидится. Словом, пишите письма вежливо. Ну, пиши. А что писать? Как что? Правду? Пиши так. Извини, Катя, но мне нравится другая девочка. Я зовут Симка. Ну, Олег. Не нравится? Сами придумывайте. Дим Димыч, просто напиши, что ты на самом деле думаешь. Ладно, напишу. Катя, ты мне тоже нравишься. Нормально? Прекрасно. Тили-тили-ти, о стороне. Замолчи, а. Дим Димыч, а ты как написал? Нравишься или нравишься? Ой, не знаю. Хе, ничего не видно. Да, теперь это только в Кате узнаем. Конструктор. Дим Димыч, ты что в темноте сидишь? Так лучше видно. Смотрите. Ух ты! Красивый замок. Как из сказки. Нет, он из конструктора. Я его сам собрал. Да. О, а давайте в рыцарей поиграем. И в злого дракона. Который заточил красавицу-принцессу в этот замок. Чурля, принцесса. Который спасет меня от дракона. Я тут. Я спасу тебя, Симка. Ты, Нолик, как-то на рыцаря не похож. И доспехов у тебя нет. Доспехи? Сейчас будут. Конструктор. Это когда из одинаковых деталей можно собирать разные вещи. Соберешь, так выйдет дом. Так машинка. А так космический корабль. Бывают детали из металла. Их соединяют винтиками. Пластиковые детали друг к другу прищелкиваются. В некоторых конструкторах детали склеивают. А еще есть магнитные конструкторы. Приложил две детали. Они раз и сами сцепились. Берегись, дракон! Спасите! Помогите! Но где же вы, мой рыцарь? А где замок? Планету захватили роботы и разрушили замок. Вы похитили меня. А ты еще принцесса? Принцесса, конечно. Спасай же меня скорее. Что это? Это же магнитный конструктор. А у тебя доспехи из железа. Вот ты и примагнитился. Димыч, так нечестно. Ответи меня. Ладно. На помощь. Спасите, помогите. Держись, я видел. Только костюм свинет. Парни. Ну. Готово. Пока. Парни. Не забывай. Они покажеш. Не забывай. Тебя. Они покажеш. Они. Ну. Болись. Они. А это, еще что? Злой волшебник заточил меня в магический шар. И теперь только храбрый рыцарь. Я уже был рыцарем. Вы сделайте им снова. Ладно, но это последний раз. И ничего не думаете. Симка, я сейчас. Не вздумай сбежать. Ну вот, все бросили бедную принцессу. Ах! Симка, моя сестра, старшая. Поэтому любит меня поучать. Но я не обижаюсь, потому что она очень умная и быстро соображает. И технику знает лучше всех. С ней всегда интересно. В школе Симка, конечно, отличница. Но не изобрела. Ее любят весь наш класс. Только смерть они не влада. Из-за фаера. Ну, вы понимаете. И на 2 Симка бывает слишком правильно. Это нельзя. Так нехорошо. Но если придумать интересное приключение, она тут как тут. Симка смелая и ловкая. Она всегда первая. И в огонь, и в воду. В общем, классная у меня сестра. Только вы ей об этом не говорите. А то зазнается еще. Недолго мне еще тут сидеть? Эй, кто-нибудь! Эй! 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 Помогите! Эй! 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 Брысь! Эй! Рыцаря! Скажешь тоже, рыцарь! Да-да! Ты достойным быть! И защищать всех-всех девочек от вредных кусачек! Клянусь! Доблестный пиксель! Я посвящаю тебя в рыцаре! Ура! 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 Тыс! Ноты Да! Нет! Да! Нет! Да! Нет! Какая у вас интересная беседа! И давно вы так? Нет! Симка, скажи ему, что это? Подарок? Ага, от Кати! И опять секретом! Шифр! Видишь? Ха! Это не шифр! Это ноты! Музыка! Ха! Понял! Я же говорил! Эти закорючки музыка! Не верю! Тебе уже два человека говорят! Симка не человек, а фиксик! Все равно нас двое! Вы сговорились! Да даже не думали! Музыку играют! Или слушают ушами! А еще ее можно записывать! Когда мы пишем слова, то используем буквы! А музыку записывают специальными знаками, которые называются ноты! Нот всего семь! До, ре, ми, фа, соль, а, фи! Чем выше звук, тем выше сажают ноту на нотном стане! То есть на пяти линейках! Так записываются длинные ноты, а так короткие! Благодаря нотам человек может прочесть мелодию глазами и сыграть ее! Пока вы мне эту музыку не сыграете, я вам не поверю! На чем? Ты видел здесь какой-нибудь инструмент? На ложках сыграй! Ты издеваешься? Не встаньте вы! Я знаю, что нам нужно! Вода! Вода! Ха! Сейчас вы скажете, что музыку еще и мыть можно! Не видим, девочки! Еще! Виняется звук? Ага! Стоп! Об этот стакан наливаем воду до тех пор, пока не услышим ноту си! Стоп! Вот она! Теперь сюда? Си! Последняя нота осталась! А если сейчас мама придет, что она подумает? Что за посуду моешь? Еще и похвалит! Хватит! Это верхняя до! Теперь все ноты у нас есть! До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до! Класс! Ну, Дим, девочки, играй! А давайте вместе! Музыкальные звуки Музыкальные звуки В трубы и тромбоны музыканты дуют! На флейтах и свирелях свистят! Такие инструменты называются духовые! А есть инструменты, из которых звук извлекают мокрым пальцем! Попробуйте осторожно поводить пальцем по краю бокала! Немного терпения, и вы услышите нежный звук! Все готовы? Да! Три, четыре! Это же с днём рождения тебя! С днём рождения, Дим Димыч! С днём рождения тебя! Дим Димыч, мы тебя тоже поздравляем! Видишь, Моник, а ты не верил, что это музыка! Зато я первую песню угадал! Спасибо, что помогли разгадать Катин подарок! А ты ей тоже песенку пошли! Да! Давайте запишем нотами песенку про фиксиков! Про фиксиков нельзя! Если без слов, только нотами, то можно! Ура! Сыграем! Легко! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет!